Диагональ разбивает четырехугольник на два конструэнтных треугольника. Следует ли из этого, что четырехугольник является параллелограммом? Нет. Не следует, действительно не следует. Кто может нарисовать на доске четырехугольник, который диагональ разрезан на две конструэнтные части, но при этом наш четырехугольник не параллелограмм. Объясняю, если у вас есть параллелограмм, то когда вы проводите диагональ, не имеет значения никакую из диагоналей, то вы получаете, разумеется, два треугольника треугольника. Это просто по трех сторонам, по трех сторонам треугольника. и вы получаете разумеется. В диагональ проработаешь и получаешь разумеение на две одинаковые части. Но, если вы возьмете какой-то другой четырехугольник, может ли быть, что диагональ тоже дает? Да, да. Кривоватый чуть-чуть. Чуть-чуть кривоватый, надо было создать поточнение. Кто знает, как называется это параллелограмм? Да? Дельтоид. 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 У этой фигуры замечательное название параллелограмм. Кто уменьшает это слово? Хайт. Воздушный змей. Ну, если хотите сказать душу, понимаете, на веревочке дает красивое отвечание, потому что воздушный змей. А если в диагонетрии, то ты кто? То есть это что такое? Четырехугольник, у которого две соседние стороны равны и две другие тоже. Обратите, пожалуйста, внимание. Закрестно может случиться, что четырехугольник наш, запрестно может случиться, что наш четырехугольник что-ли? Преопыт. Почему же преопыт? Он должен кто это? Потому что он не выгоден. Никто не говорит, что обязательно любой четырехугольник выгоден. Неправда. Бывают невыгодные фигуры.